всем привет наконец-то у меня дошли руки сделать на обзор бургерную которая называется мясоруб делал я там заказ прошло уже конечно прилично много времени после того как я сделал заказ сделал видео руки не доходили были разные дела и так далее но сейчас не об этом в общем наконец-то сейчас сделаю обзор брали несколько бургеров сейчас вы их увидите я в этом видео расскажу какие брал почему в какой у них состав вкус небольшой такой видео обзор видеоряд и фотографии там будет чек цена граммовка в общем все как вы любите все я заснял и в принципе более-менее с такими подробностями я сейчас все покажу брал и получается три бургера название этих бургеров и сейчас можете видеть на своем экране а те кто не может посмотреть для них я и зачитаю первые списки идет рваный бургер второй бургер из глазуни и третий бургер называется моцарт ну а дальше по учебу уже идут всякие различные побрякушки салфетка пакетика так далее это уже не столь важно ну что начну теперь с обзором бургера ну что ж начну с того что курьер привозит термобокс в термобоксе находится пластиковый пакет в этом пакете идет вот такой вот уже более маленький бумажный пакетик в котором и находятся различные бургеры и какая-нибудь еще теплая пища если заказано что-то к бургерам термобоксе все приехал более-менее тепленьким курьер доставил все где-то примерно за час и плюс заказ делали наверно полчаса и перешла смс-ка что курьер выезжает как-то так это было смс-ку я уже конечно не найду кстати делал я заказ в приложении вконтакте официальном там можно было еду заказывать там как бы посредник деливери там был хороший промокод что-то наверно на процентов 30 если не больше может даже и 50 так что заказ очень-очень выгодно обошелся и за вот эти бургеры это было отличная цена в общем теперь я сейчас покажу какие идут коробочки и сами бургеры ну вот открыв пакетик перед нами предстают вот такие вот коробочки они покрашены в такой красивый цвет черный и оранжевый такой темно-оранжевый такие надписи капс локом жирным таким шрифтом ну и в принципе эти коробки такие крепкие это очень хорошо благодаря этому бургеры просто так не сомнутся там видно в пакете пачку салфеток в общем все очень красиво и хорошо оформлено мне их оформление понравилось теперь сейчас я покажу фотографию бургеров с другого ракурса получается я выложил их на стол вот так они выглядят очень интересно как вы можете заметить в комплекте идут салфетки спиртовые для обработки рук и на коробочках видно где можно отрывать чтобы можно было легко открыть получается посередине есть такая отрывная линия также можно по стандартному такой язычок сверху коробки отодвинуть и открыть ее как крышку ну вот теперь задняя часть коробки на ней можно увидеть состав по составу видно что все бургеры говяжьи один из бургеров средней прожарки медиум а второй бургер средней прожарки медиум был то есть чуть выше среднего а еще один бургер получается там как таковой прожарки нету в плане средний не средний этот бургер называется рваный и поэтому в нем такое мясо как в тушенке такое расщепленное на волокна поэтому там прожарки нету она просто полностью готовая ну что ж перехожу дальше уже к самим бургером полностью распакованным на составе я сказал там потом еще немножко информации по этому поводу я добавлю начну я с бургера который называется бургер с глазуньей особенность этого бургера в том что здесь составе идет обычное жареное яйцо также идет бекон сыр чеддер огурчик и различные соусы этот бургер вы можете увидеть на фотографии предыдущий справа где стоят три коробушки он будет справа и там написан весь состав в подробностях особого отличия от какого-то другого бургера нету даже булочки у них у всех идентичные на фотографии видно листик салата бургер очень аппетитный вкусный такой жирненький яйцо чуть выше средней прожарки также я сейчас покажу видео с этим бургером коротенькая где я его разрезал пополам и видно слои ингредиентов которые в нем идут яйцо мясо и все остальное можно поставить на паузу и внимательно рассмотреть хотя можно на паузу ничего и не ставить вот я сделал фотографию в отличном качестве в хорошем разрешении все тут видно все пропорции все ингредиенты степень прожарки котлеты смотрите внимательно и оценивайте можете написать свое мнение в комментариях по данному бургеру ну а следующий бургер на обзоре это бургер моцарт нашел я у них на сайте вот такой вот так сказать буклетик электронный в котором написано информация об этом бургере вы можете поставить на паузу и прочитать а я зачитаю только концовку она же здесь подразумевает состав в составе фирменная говяжья котлета бекон моцарелла салат айсберг клюквенное варенье и соус мясору как можно увидеть по картинке у этого бургера идет такая обжаренная моцарелла политая вкусным и очень вкусным соусом видно такая очень хорошая начиночка у него видно бекон и бекон реально хорошо насыпан то есть вы не пожалели как в каком-нибудь заведении более таком дешевом в принципе очень вкусно дальше я показываю этот бургер с открытой шляпкой приподняв булку и также в разрезе поэтому можно посмотреть количество начинки и количество соуса сделать какие-то выводы ну а дальше я демонстрирую фотографию где видно бургер в пленочке специальной такой бумажной с разными красивыми картинками надписями и при этом этот бургер еще лежит в коробке картонной которая внутри проклеена специальной фольгой отражающей золотого цвета что сохраняет тепло бумага конечно же не дает бургеру промокать очень хороший ход был сделан это правильно они сделали бургер приехал теплый хоть и ждал доставку долго но при этом он не промок то есть верхняя часть булки и нижняя часть булки остались такими плотными не размокшими все очень и очень хорошо дальше я продемонстрирую бургер в развернутом состоянии ну вот вид бургера сверху булочка видно маленько конечно смялась но это было не критично так то в целом все хорошо очень вкусно и аппетитно булочка сверху без кунжута но очень очень вкусная нежная мягкая такая очень приятно следующая фотография будет там где я поднял шляпку бургера и видно начинку ну вот видно начинку здесь получается идет такая котлетка из сыра моцарелла обжаренного залитого клюквенным соусом очень вкусное сочетание мне понравилось прикольно оригинально интересно для разнообразия попробовать такой бургер булочка поджарена с двух сторон ну то есть видно вот где глюква намазана там она подсушена видно с другую начинку торчит теперь бургер будет в разрезе и все станет понятно ну вот я сделал небольшое видео как я булки разрезал ее пополам у меня специально нож есть которым удобно это сделать булка режется легко мягкая потому что этого бургера с таким ну псяночка в общем мягкая никаких проблем не было и видно что бургер никак не отсырел то есть не видно чтобы жидкость как-то блестела или на бумаге осталось поэтому сейчас после того как я разрежу можно посмотреть после того как камера приблизила изображение видно клюквенный соус и котлету из моцареллы которая находится над мясом и теперь сейчас будет просто фотография на которой можно все посмотреть внимательно видно что над клюквенным соусом еще идет такая прослоечка булочки и видно что сыр внутри тянущийся то есть он уже конечно подостыл если бы бургер был горячий сыр конечно бы вообще очень-очень как жвачка бы тянулся ну так что бургер это тоже очень вкусный его я рекомендую на пробу если конечно же у них он еще продается ну и замыкает эту тройку на обзоре бургер который называется рваный рваным называется потому что мясо которое здесь идет оно также говяжье но оно идет не в виде котлеты оно было расщеплено на такие волокна как в тушенке идет обычно в тушенке как в банке и собрано в котлету и хорошенько обжарено то есть тут при заказе этого бургера нельзя было выбрать степень прожарки вот такая какая она есть полная такая она и будет бургер этот очень вкусный еще нежнее чем остальные он довольно сочный начинки здесь много можете обратить внимание на фото еще заметил такой момент интересный потом спросил в техподдержке почему так как вы можете увидеть там идет соленый огурец он просто лежит отдельно просто отдельно он идет как для закуски вот так мне ответили то есть тут никакой ошибки нет огурец так и должен лежать отдельно какой итог я могу сделать по этим бургерам вынести вердикт бургер очень вкусные если хотите себя побаловать можно смело взять думаю не разочаруйтесь думаю в принципе своих денег стоит дороговато в среднем они по 300 рублей но если какая то вот альтернатива сушим можно вот 2-3 штучки взять а лучше их все таки бургеры пробовать сразу свежие на месте в каком-нибудь заведении вместо того чтобы их заказывать на дом потому что бургеры на дом конечно же они уже теряют вот это вот главное качество они все равно конечно немножко размокают и все такое ну в принципе если хотите можно попробовать кому понравилось видео подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока 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 все